Население Земли сейчас приближается к 8 миллиардам людей, а ведь еще в 1800 году количество людей на планете не превышало и одного миллиарда. В этом видео мы проанализируем, какие именно факторы, по мнению ученых, так сильно влияют на рост населения, а также сделаем выводы о том, чем нам, обычным людям, грозит такое перенаселение. И если вы еще не подписались на мой канал и не нажали колокольчик, то сейчас можете это сделать. Для того, чтобы сделать прогноз о том, каким будет количество людей на планете в ближайшие 2, 5, 10 лет, нам, как опытным аналитикам, нужно иметь верную математическую модель роста населения. Несмотря на то, что проблема перенаселения глобальная и ее невозможно обойти стороной, современная наука не сильно спешит заниматься данной проблемой. Думаю, это связано с тем, что ученые не имеют реального решения данной проблемы и им куда проще игнорировать, что происходит. Одним из немногих ученых, кто публично заявил о данной проблеме, был Анатолий Молчанов. Вместе с профессором Сергеем Капицей, доктором физико-математических наук, Анатолий Молчанов смог построить математическую модель роста населения Земли. Анализируя все исходные данные, ученые построили график роста населения. Этот график описывала гиперболическая функция. Само наличие конкретной математической зависимости, как сложившийся факт, для нас, как для аналитиков, имеет огромное значение. Во-первых, наличие математической модели создает новые вопросы. Почему именно эта функция? Кто вообще имеет право влиять на то, иметь людям больше детей или меньше? Как вообще в масштабе планеты эта функция работает? Как планета знает, сколько сейчас людей на Земле? Во-вторых, наличие функции гиперболического роста сводит на ноль все попытки объяснить этот рост с позиции типа медицина за последние 200 лет очень сильно шагнула вверх, уровень жизни увеличился. Однозначно, факт хорошо развитого сельского хозяйства дает возможность людям иметь больший объем продовольствия. Только вот выходит, что это не причина, а следствие, как будто есть программа, по которой рост населения запланирован, а все якобы достижения нашего человечества это не более чем ожидаемый результат. Молчанов и Капица, анализируя полученный график, пришел к выводу, что в 2024 году будет некая точка, в которой количество населения на планете должно резко увеличиться. Гипербола устремляется своим правым концом вверх. Ученых успокаивал тот факт, что природа не любит резких скачков и резкий рост населения невозможен. Тем не менее, они пришли к выводу, что в 2024 году будет некий переломный момент, в котором наша цивилизация либо перейдет на качественно новый уровень своего развития, либо будет резкий обвал и сокращение количества населения. А что мы можем сделать для того, чтобы получить перспективу лучшего будущего, как альтернативу худшему будущему? На этот вопрос вы можете получить исчерпывающий ответ в процессе обучения на базисном курсе нашей школы. Оставляйте заявку на онлайн обучение по ссылке в описании к этому видео. Также буду рад ответить на вопросы в комментариях. До скорой встречи!